Николаевич рассказал нам о поставках сельхозпродукции, качественной сельхозпродукции в предприятие бюджетной сферы. Скажите, а вот законодательно не может ли наша законодательная область выйти с инициативой упрощения поставок качественной сельхозпродукции, которую сегодня поставляют наши кооператоры в учреждения именно бюджетной сферы? Я знаю, что здесь есть очень много проблем, и в Туркии опросы показывают, что именно эта область передавлена. Спасибо за приглашение. Я очень доволен, что сегодня начало такое хорошее положено в Октябрьском сельском районе. Мы посмотрели кооперативномские овощи. Я хочу сказать, что хорошее начало положено нашей Ростовской области. Я думаю, Виктор Георгиевич, нам надо такую задачу поставить теперь, чтобы в каждом районе такое было создано. От законодательного собрания просьба до 1 января 2020 года. 2020 года. Это должно быть положено во всех районах нашей Ростовской области. Потому что нам будет давать только положительные результаты в нашей работе. Я хорошо помню... Планиц, нет, но он не слышит. Да, да, да. Хорошее начало, видите, тоже начало хорошее. Главный заместитель Николик Николаевич. Молчат. Как на дух и египет. Я сразу понял, какой ответ был. Поэтому я хорошо помню, когда третий съезд проходил, и вопрос было такое финансирование потребительских обществ, который стоял номер один. И, конечно, мы услышали законодательное собрание Ростовской области. И в 2015 году, вы все знаете, что принят закон областной о развитии потребительской кооперации в Ростовской области. Принят закон. Это тоже один из первых законов, хочу сказать, в нашей Российской Федерации. А что это право-то нам? Мы сегодня говорим-то за финансирование, за все. Да без этого закона двигаться нельзя тут. Быть. И этот сегодня дает право нам, чтобы свешенно подходить к тем проблемным вопросам и проводить финансирование. Так вот мне было приятно сказано. Вот кто хочет, тот может все вопросы решать. Я надеюсь, что сегодня финансирование, которое есть, оно будет, конечно, недостаточное. Но главное то, что сегодня начало хорошее. Что касается сегодня государственных закупок для наших бюджетных организаций, честно, этот вопрос вспомнил уже давно всех. Но вы знаете, что есть федеральный закон 44-й. Мы его обойти не можем сегодня. И все службы, которые, все главы, администрации, все должны его выполнять. Поэтому, я думаю, мы должны сегодня выйти законодательной инициативой, государственную думку, совет федерации, чтобы дать, конечно, право сегодня субъекта федерации смотреть. И, наверное, много таких, знаете, предприятий на первоплатующая промышленность, которые отвечают всем стандартам, всем стандартам. Ну, вы знаете, есть цены, установили, цена так рано. Приехал с Дагестана, говорит, да я на 20% меньше дам. Я вот и все. Но он выиграл. И получается то, что мы должны обратить главное внимание, это, конечно, на качество продукции. Ко мне вчера приходил глава администрации города Волгодонска. Вы знаете, у нас такая беда случилась. Школьники, отравления учащихся. И вот он примерно тоже мне рассказал. Николай Петрович, ну как я могу сделать, если выиграли те, которые, значит, сегодня поставили эту продукцию и так далее. И мы, знаете, вот сегодня имеем какой-то отрицательный результат. Поэтому я думаю, что мы сегодня тоже этот вопрос услышим. И, знаете, вчера открывают интернет и Матвиенко, Центральный Совет Федерации. Кстати, примерно в этом направлении сегодня, примерно в этом направлении, она сегодня выиграла с точки зрения о том, чтобы дать право субъектам Федерации, чтобы они тоже непосредственно принимали участие в этом плане. И, значит, сделать все возможное, чтобы общеобразовательные учреждения, наши больницы и так далее, ну, имели очень качественную продукцию. Это главный вопрос с качеством продукции. Поэтому я думаю, что мы все сделаем сегодня для того, чтобы просто где-то тоже загорелся, честно. Думаю, что в ближайшее время, когда мы создадим рабочую группу, рабочую группу создадим просто в ближайшем времени. И, конечно, будем приглашать, прежде всего, товара-производителей, те, которые занимаются, чтобы мы взвешенно все это подошли и вышли с инициативой еще раз государству, думая по этому вопросу. Это вопрос номер один. Я думаю, что, конечно, в этом плане мы и будем работать. Я думаю, что сегодняшняя встреча даст еще раз, хочу сказать, положительный результат в том, что мы вместе только должны решать те проблемы, которые имеются в нашей Ростовской области и в каждом субъекте нашего республика. Поэтому я всем желаю всего самого доброго. И только наша совместная работа поможет решить те проблемы, которые сегодня мы имеем. Спасибо. Поэтому вот идея создания рабочей группы, которую вы сейчас высказали, мне кажется, она будет очень продуктивна. Спасибо. И, кстати, мы со многими регионами Российской Федерации тоже в этом плане. Мы уже, значит, как вы начинали, я тут в 6-7 назад работать в этом плане. Но и субъекты это просто. Да, то есть если инициатива будет исходить из нескольких регионов... Я думаю, мы буквально можем ее вынести на южно-федеральное, на субъекты южно-федерального управления. Я думаю, все это будет...